Ребят, всем привет! Сегодня решила сделать вам обзор дизайна однушки, которую я делала в Киеве в ЖК Лепинка. Тем, кто меня не знает, хочу рассказать, что я обучаю дизайна интерьера в онлайн формате. Посмотрите на моем сайте, что я делаю и напишите, если вам будет интересно поучиться. Итак, квадратура этой квартиры 48 квадратов. Это без балкона. Считаю, что по квадратуре это достаточно много для однушки. В Варшаве это была бы вся трешка. Но и у этой квартиры есть свои маленькие и некомфортные места. Давайте посмотрим, как их можно обойти и сделать плюсами этого помещения. Квартира эта для семейной пары без деток, для последующей аренды через пару лет. В квартире достаточно большой балкон, но стеклить его было запрещено, поэтому на нем мы ничего не делали. Итак, давайте посмотрим на изначальную планировку. Что мы имеем? Достаточно большой коридор, почти 12 квадратных метров. И рядом кухня 13. Конечно же, было принято решение расширяться, максимально использовать пространство под кухню-гостиную, при этом сохранив все функции коридора. Вроде как мы выиграли лишь несколько квадратных метров, но при этом, убрав стенку и заменив ее позже на полупрозрачную перегородку, мы получили открытое пространство практически в 20 с хвостиком квадратов. А это уже весомо в такой квартире, согласитесь. Если посмотрите на план монтажа-демонтажа, то увидите, что практически больше никаких глобальных переделок не было. Был лишь перенос двери в спальню в другой части стены, для того, чтобы не размещать дверь по центру стены и не портить ее внешний вид. И при этом получить со стороны спальни полноценный большой шкаф. Остальной монтаж у меня практически декоративный. Он для подсветки в спальне в изголовье, для инсталляции в санузле, думаю, это всем понятно, и для нишки для шкафа в коридоре. Давайте пройдемся теперь по комнатам и начнем, конечно же, со входа. Заходя, мы видим глухой шкаф. Он не глубокий, 45 см и рассчитан на сезонную одежду и обувь. Справа на стене размещена ключница. Она маскирует электрощиток, так вы имеете и удобное место хранения, и быстрый доступ к щиткам. Рядом с нею крючки. Не люблю их. Не люблю то захламление, которое на них создается. Честно говоря, не вижу в них надобности, если есть шкаф. Но это было пожелание клиента. Желание, сами знаете, должно сбываться. На стеночке слева большой комфортный пуф с местом для хранения обуви снизу. Над ним же максимально большое зеркало, какое только удалось выжать. Далее пуф продолжает уже полноценный глубокий шкаф, который у меня разделен на зоны. Ближе ко входу это часть хранения вещей, а дальше это хоз-часть. В ней я спрятала стиральную машину с бойлером, чтобы не портить внешний вид и так небольшого санузла. Также там есть место для швабры, ведра и гладильной доски. Фасады этих двух коридорных шкафов, если вы заметили, разного цвета. Мне хотелось, чтобы из гостиной просматривался более легкий визуальный шкаф, поэтому я делала его светлым. И если смотреть из гостиной, то светлая стена за диваном и ТВ перекликается с цветом фасада шкафа и создается ощущение, что там просто стена этой же комнаты. Из коридора мы просматриваем гостиную через легкий стеллаж с книгами. Проходим далее. И тут мы видим, притаился винный барчик. За ним мягкий диван. Это и зона гостиной, и столовой. Если диван приобрести раскладной, то появится отличное дополнительное спальное место. Стол также можно купить раскладной. Так при необходимости можно принять больше гостей, а можно поставить и журнальный по типу трансформера, но у моих клиентов такой задачи не было. Все яркие цветовые акценты у меня в правой части комнаты, поэтому зону с ТВ решили оставить белой. На ней глаз должен отдыхать. ТВ расположено по центру стены, чтобы удобно просматривать и со стороны кухни, и сидя на диване. Кухня «Моя любовь». Маленькая, компактная, с двухкомфорочной плитой, потому как ребята почти не готовят. Непривычные верхние ящики, яркий холодильник, простой в реализации уходя кухонный фартук. И все эти же используемые оттенки смещены и в зону дивана, чтобы поддержать и соединить эти две зоны вместе. Конечно же, заглянем и в хозяйскую спальню. Она хоть и очень простая, но для меня очень стильная. Цветовую гамму с оттенками серого я перенесла и сюда, разбавив холодным пудровым розовым. Ребята ТВ не хотели, здесь зона отдыха. Конечно, можно было бы разместить справа от кровати и косметический стол, и рабочее место, и зону релакса, и зеленый уголок у окна. Но нет, такой аскетизм ребятам больше по душе. И санузел. Простой и лаконичный. Цветные акценты здесь можно легко и бюджетно заменить. По бокам от зеркала у меня светодиодные светильники IKEA, как часть функционального декора. На мой взгляд, ничего лишнего. Стиральная машина как раз тут такой бы и была, вместе с габаритным бойлером. Есть небольшой монтаж инсталляции, это само собой, а также неглубокая полочка над ванной. По отделке хочу сказать еще пару слов. Все самые светлые части стен это покраска. Серые участки это штукатурка легкими мазками, скорее на ощупь и по виду напоминает бархат. Очень приятные. Эти покрытия легче в уборке, чем обоя. Тем более из расчета будущей сдачи объекта в аренду. Обои для меня всегда выглядят и ощущаются уютнее, особенно в новострое, где могут поползти трещины по стенам. И изначально мы их и планировали использовать. Но в итоге пришли к решению, что для лучшей эксплуатации пространства в будущем покраска и штукатурка нам тоже подойдет. Более тщательная подготовка стен и вопрос решен. На полу у меня плитка под деревянные плашки во всех зонах, включая санузел, за исключением спальни. Там паркетная доска в том же тоне. Вот такая интересная квартира у меня получилась. Она и простая, и лаконичная с одной стороны. Если присмотреться, содержит в себе фишечки, которые создают всю атмосферу. Надеюсь, что вам мои идеи и решения будут очень полезны. Всем спасибо за внимание. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова